Здравствуйте! На телеканале СКТНТ новости. В студии Мария Левина. Погиб на пешеходном переходе. Трагедия на трассе и напившись пошел на таран. Об этих происшествиях расскажем прямо сейчас. 16 сентября вечером на пересечении улицы 8 Просека и Солнечной произошла трагедия. Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора по пешеходному переходу. 28-летний водитель Лады Калины не заметил его и произошел наезд. По словам очевидцев, пострадавший какое-то время находился на капоте машины во время движения. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Ведется проверка. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло 15 сентября на 93-м километре автодороги Самара-Бугу-Руслан. Около двух часов дня водитель КАМАЗа ехал в сторону Отрадного. Автомобиль КИА, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил грузовик и врезался в него. КАМАЗ от удара повело на встречную полосу, где он столкнулся с еще одной КИА. Водитель и пассажир первой легковой машины погибли. Водитель второй КИА госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка. Сел пьяным за руль, въехал в стену дома. 15 сентября в микрорайоне Крутые Ключи произошло ДТП. Молодой парень в состоянии алкогольного опьянения сел за руль чужой Лады Калина. Въехал во двор одного из домов, задел припаркованную машину и попытался скрыться. Не справившись с управлением, водитель вылетел на тротуар, где в это время шла семья с ребенком. Люди чудом не пострадали. Водитель успел вывернуть руль в сторону дороги. Врезался в еще одну припаркованную Лады Калина. Та задела стоящую рядом Весту. А сам нетрезвый лихач врезался в стену дома. Местные жители задержали его до приезда полиции. Вступил в должность. 17 сентября в областном театре оперы и балета состоялась инаугурацию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. На нее собрались главы регионов России, высшие должностные лица Приволжского федерального округа и нашей губернии. Дмитрий Азаров принес присягу главы региона и пообещал избирателям сдержать все обещания, данные во время выборной кампании. В областном театре оперы и балета в зале нет свободных мест. Проходит торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области. Собрались высшие должностные лица регионов ПФО и нашей губернии. Почетные граждане, предстоители предприятий и организаций. Согласно итогам, результатам указанного постановления областной избирательной комиссии, с результатом 72,63 процента победу на выборах одержал Дмитрий Игоревич Азаров. Дмитрий Азаров принес торжественную клятву главы региона. Клянусь, при осуществлении полномочия губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав Самарской области и законы Самарской области. Свою оценку прошедшим выборам и их результатам дал полномочный представитель президента России и в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Явка была порядка 48 процентов. Это шестой результат из как бы неформального рейтинга регионов, где проводились выборы высшего должностного лица региона. И по результату, это более 72 процентов, это в результат входит в пятерку результатов лучших. Дмитрий Азаров уже фактически около года руководит Самарской областью. После инаугурации он избавился от приставки в Рио и стал полноправным главой региона. Большая честь, высокое доверие служить родной земле, служить жителям Самарской области, гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Самарской области. И постараюсь приложить все усилия, точно приложу все усилия для того, чтобы эту доверию, эту оказанную мне честь и поддержку оправдать. Для этого целый ряд решений уже приняты, но, безусловно, нам предстоит очень большая работа. Максим Устриков, Николай Сидоров, СТВ Вместе со всей страной в Самаре прошел кросс-нации. В этом спортивном празднике по всей России принимают участие более полутора миллионов человек. В спорткомплексе «Чайка» собрались более 8 тысяч самарцев и гостей города всех возрастов, чтобы поучаствовать в соревнованиях по бегу. Кроме того, на празднике спорта было множество тематических площадок и аттракционов. Подробнее в сюжете. В спорткомплексе «Чайка» спортивный праздник. Собралось более 8 тысяч любителей бега. Погода не подвела, дождя нет, и ничто не мешает участникам кросса-нации получить хорошее настроение и пробежаться по лесу. Это и прекрасное настроение, и прекрасная погода. И, конечно же, это в первую очередь здоровый образ жизни. Любители бега всегда собираются каждый год. И не только здесь, а на всех спортивных мероприятиях. Поэтому я всем пожелаю удачи и хорошее настроение. В Самарской области официальные старты пройдут в различных городах региона. Забеги проводятся на дистанциях 1, 2, 4, 6, 8 и 12 километров. Детский забег на 300 метров. Он и открыл программу соревнований. И вот уже первый победитель. Егор с родителями приехал из Нижнего Новгорода. Папа с мамой в Самаре по работе. Но узнав о кроссе-нации, вся семья приняла в нем участие. Победа сына стала неожиданностью для мамы. Ребенок очень хотел, так как папа и старший сын участвуют. Поэтому и побежал. Честно, не ожидал. Не ожидал. Ребенок очень молодец, очень порадовал. Я очень им горжусь. А в этот раз ты думал, что первым придешь? Да, думал. Тренировался? Да. А ты в какую-то спортивную школу ходишь или как? Я хожу в спортивную гимнастику. Спортом, где занимаются. На кросс-нации приехало много школьников. Все больше парней и девушек выбирают спорт и здоровый образ жизни. Нам пришли на уроки, спросили, не хотим ли мы поучаствовать в кроссе-нации. Многие согласились, конечно же, потому что это отличная возможность испытать себя. И мы приехали. Вот, идем. На какую дистанцию бежать? Ну, каждый вроде выбирает сам, но я буду 2 километра, например. Мне нравятся, в принципе, такие события, когда происходят в Самаре, потому что можно провести время с пользой и при этом развлечься. Здесь есть множество дополнительных концертов и тому подобное. По-моему, неплохое проведение времени. Помимо самих забегов, здесь много интересного. На различных аттракционах можно помериться с силушкой богатырской, проявить меткость или сдать нормы ГТО. Для этого есть специально оборудованные площадки, и многие спешат воспользоваться случаем и заодно размяться перед главным, самым массовым забегом. Он посвящен прошедшему чемпионату мира по футболу, и его дистанция – 2018 метров. Настроение у спортсменов хорошее, оно передается и курсантам института Минюста, стоящего в оцеплении. И вот долгожданный старт. Для многих эта дистанция несложная, но она позволяет проверить свои силы и возможности. Человек, который занимается спортом, для него это не трудно, а скорее как зарядка, разминка такая. А человек, который сидит дома, в основном с учебниками, для него это кажется трудным. Я в этом забеге участвую уже третий год подряд. Мне очень нравится, но правда слишком очень много народу и детей, которые пытаются себя везде обогнать. Народу действительно много. Спорт и здоровый образ жизни набирает популярность. Стоит отметить, что ежегодно по всей России на кроссе нации стартуют около полутора миллионов любителей бега. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Дело кастрюля. С начала лета 2018 по сегодняшний день пять девятиэтажных домов живут без горячей воды. С наступлением осенних холодов потребность в горячем водоснабжении возросла, но проблема не решается. Почему из крана течет лишь холодная вода и что отвечают ответственные организации, наша съемочная группа выясняла у жителей. Бьемся и задаем вопросы нашему управляющему, почему у нас нет горячей воды. 21 век и не могут решить эту проблему. У нас дети. Эти кастрюли на плите с горячей водой уже, грубо выражаясь, достали. Уже многие отчаялись, поставили себе накопительные нагреватели. Девятиэтажный дом со всеми удобствами. Почему мы должны жить как в 1905 году с кастрюлями? Но на свой вопрос, почему у жителей дома 14 по проезду 9 мая и еще четырех домов, ответа так и не получили. Вот уже третий месяц из крана с горячей водой течет холодная. В общей сложности без, казалось бы, гарантированных удобств остались около двух тысяч человек. 18 июня у нас уже нет вообще стабильно горячей воды. А до этого с мая были постоянные перебои, постоянные утечки на трубах. Трубы чудом поменяли, но воды как не было, так и нет. А теперь однозначно отвечают, что они имеют большую задолженность за газ. А все упирается как бы в руководителя Волга Теплоснаба. Знаем мы, что он должник. Но мы-то граждане, почему мы должны страдать? Газовщики отключили. Но мы-то берем кредиты лично, расплачиваемся с ними. Почему мы должны страдать за действие этих, так сказать, хозяев жизни? Куда только не обращались местные жители, которых фактически оставили с проблемой один на один, делятся люди. ГЖИ отправляли письмо, отправляли письмо в департамент строительства, главе администрации. То есть во все адреса, везде приходят отписки, что все хорошо. Когда в квартирах появится горячая вода, неизвестно. Ведь, судя по отпискам, в домах проблемы нет. Однако, чтобы элементарно принять душ или помыть посуду, людям приходится что-то выдумывать. Ну просто. У меня внучке 5 лет, она спрашивает, баба, когда можно уже? Нормально помыться. Ребенку 5 лет. Хорошо мы поставили вовремя бак тепловой такой. Но за электричество теперь по тысячу доходит в месяц. Николай Васильевич водонагреватель поставить не успел. И для того, чтобы принять ванну, вынужден по старинке пользоваться кастрюлями. Чтобы помыться взрослому человеку, нужно греть почти 10 кастрюль, признается мужчина. Горячая вода идет холодная. Кругом холодная. Как так? Дмитрий Игоревич, дорогой вы наш. Помогали в свое время, в 2014 году, в 2015. Помогите, пожалуйста, и теперь. Не зря же люди голосовали за вас. Доверяют. Хочется, чтобы вы оправдали наши надежды. В добрый путь. Теперь каждый первокурсник не только нашего города, но и всей страны может смело называть себя студентом. В минувшие выходные прошел парад российского студенчества. Представители самарских вузов делегировано прошли путь с флагами своих учебных заведений и официально посвятились студенты. Позже состоялся телемост, где молодые люди из разных городов России поздравили друг друга. Жди, полите лучше всех! А еще и ПГСГА, медицинский, экономический, ПГУСИС, ГИК и Университет государственного управления МИР собрались в одном месте и в одно время, чтобы заявить о себе и познакомиться с коллегами. Всего в параде приняли участие около двух с половиной тысяч студентов из девяти самарских вузов. Организаторы – Совет проректоров по воспитательной работе, образовательных организаций высшего образования в России, руководство вузов и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Мы должны почувствовать, насколько мы близки друг к другу, независимо от того, в каком университете. Ведь каждый университет считает себя лучшим, и мы себя таковыми считаем. Но когда объединяется все вот это в интеллектуальную такую элитную массу, это значит, мы лучшие вообще в мире, все вместе. Вот этот дух, я думаю, он очень важен. И поэтому парад студенчества, он объединяет вот эти вот все эмоции. После торжественного парада молодых людей ждал телемост со столицы и рядом крупных городов России. Самара поздравила студентов со всей страны, а также приняла поздравления. Вчерашние абитуриенты дали клятву студенчеству и официально посвятились. Теперь студенты! Еще, еще погромче! Звучит гимн Российской Федерации! В выборе своих вузов выпускники не сомневаются. Напротив, они готовы учиться и работать на благо своего теперь уже родного вуза, а в дальнейшем и региона. Я хорошо себя чувствую. Мне оно нравится. Я испытываю гордость за институт и университет. Очень весело. Людей очень много. И все очень разные. Очень клево. Конечно, они нужны, чтобы показать, как нас много, как много студентов на нашей необъятной родине. Чтобы познакомиться и сплочиться. В Самаре парад проходит уже четвертый раз. Это отличная отправная точка для первокурсника. То, что задает темп и мотивирует на дальнейшие успехи. Мария Ильевна, Николай Сидоров, СТВ. Новые парковки на Самара-Арене, массовые налоговые уведомления и новый туристический железнодорожный маршрут. Об этих темах в нашем коротком видеообзоре. У стадиона Самара-Арена появятся новые парковки. На строительно-монтажные работы выделено порядка 26 миллионов рублей из регионального бюджета. На будущие парковки планируют сделать въезды, разобраться с электроснабжением КПП, дождевой канализацией и сетями водоснабжения. Сейчас объявлены торги на проведение работ. Новые обустроенные парковки должны появиться до конца этого года. В регионе началась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2017 год. Жители губернии, имеющие в собственности недвижимое и движимое имущество, в сентябре получат налоговое уведомление с суммой исчисленных налогов. Письмо счастья придет по почте, либо через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Отметим, сначала уведомление получат пользователи сети. В бумажном варианте письмо дублироваться не будет. Помимо уведомления, жители региона получат также квитанции. Причем за должности менее 100 рублей в расчет не берутся. Все долги необходимо погасить до 3 декабря текущего года. На конвертах, которые будут получать должники в этом году, в качестве отправителя будет указан филиал налогсервис ФНС России в Нижегородской области. В случае, если налоговое уведомление не получено или получено, но информация в нем некорректна, следует обратиться в налоговый орган по месту жительства. С 9 декабря в Самару и Казань свяжет поезд Самара-Казань, который будет ходить ежедневно. В связи с этим появится новый туристический железнодорожный тур «Москва-Казань-Самара-Москва». Стоимость поездки в рамках тура в купе будет стоить от 4 тысяч рублей. Время в пути 11 часов. Предполагается, что таким образом поток туристов в Самарскую область увеличится. Прямые грузовые поезда в Китай будут ходить из Самары от станции «Безымянка». Вопрос развития экспорта по прямому маршруту из Самары в Китай прорабатывается в рамках международного проекта «Один поезд, один путь». На первом этапе, с учетом спроса китайских торговых сетей, планируется отправить из Самары и других регионов ПФО сельскохозяйственную продукцию. Кукуруза, мед, мука, зерно, соки, кондитерская продукция. Ассортимент будет расширяться со временем. Все технические вопросы по логистике практически завершены. Идет согласование условий реализации продукции. Далее еще немного информации, интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru А мы с вами прощаемся. До встречи! Невероятные трюки прямо под куполом цирка. Воздушные гимнасты и ловкие акробаты. А теперь внимание! Все это артисты делают без страховки. В Самару приехал цирк Марицы и Дана Запашных. В ярком захватывающем дух шоу зрители попадут на восток и посмотрят, как умело блестящие наездницы управляют верблюдами. Улыбку на лице гарантирует клоун из Италии и несравненная шимпанзе Мальта. Публика замечательная, настоящая цирковая, это сразу чувствуется. Хочется, чтобы зритель получил максимальное удовлетворение и удовольствие от нашего представления. Поэтому хочется, чтобы все было максимально качественно. Гостей еще ждет много сюрпризов. Безусловно, все приятные. Уйти из цирка без багажа переполняющих эмоций не получится. Сегодня замечательная программа, очень веселая, разнообразная. Много клоунов, зверей, вообще очень много акробатических представлений. Веселая программа, замечательный цирк. Волнительное и красочное шоу состоит из номеров, отмеченных всероссийскими наградами. Молодые и талантливые артисты, а также заслуженные артисты России ждут гостей на цирковом манеже. Гастроли в Самаре до 14 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова